Новый дом на улице Буянова должен был появиться еще в 2010-м, но застройщик обанкротился и без квартир остались больше ста человек. Сейчас здесь ведется новое строительство и у дольщиков появилась надежда, наконец, получить свое долгожданное жилье. Застройщик готов предоставить людям квартиры на других площадках. Компаниям, которые берут на себя обязательство обеспечить квартирами обманутых дольщиков, власти выделяют специальные компенсационные площадки. Как только мы получим компенсационную площадку, мы просто проведем анализ бюджета, распределим их по очередям, либо на те свободные площадки, которые мы получим в качестве компенсации. И у людей уже будет какая-то уверенность, что где-то они все-таки свои оплаченные квартиры получат. На уже традиционном совещании по решению проблем обманутых дольщиков в городской администрации обсудили готовность объектов долевого строительства. Выяснилось, некоторые застройщики до сих пор не оформили необходимые документы и не сформировали точный список дольщиков. Некоторые компенсационные участки вообще продали, а дома так и не достроены. Сроки все время отодвигают. Мы же считаем, какая прибыль получится в итоге у каждого из участников этой программы. И прибыль там изменяет сотни миллионов рублей. Начинайте строить. Вы это можете вполне сами сделать. И давайте нам нормальный, понятный график строительства, достройки этих домов. Не конец 2018 года, а 2016-2017 год. Есть застройщики, которые справляются со своими обязательствами и готовы сдать новые дома уже к концу этого года. Глава города рекомендовал представителям строительных компаний ускорить работу. Здесь готовы помогать вам абсолютно во всем. Будь то снос гаражей, будь то поддержка в каких-то заключениях, получение субсидий, выдача компенсационных площадок дополнительных, или в решении поснятия каких-то административных барьеров. Но от вас требуем качество, выполнение сроков, повышение производительности ваших работ. С 2012 года совместными усилиями городских и областных властей удалось значительно уменьшить число проблемных объектов. Если 4 года назад обманутых дольщиков было 11,5 тысяч человек, то сейчас список уменьшился в 5 раз. Только в 2015 году введено в эксплуатацию 11 проблемных объектов. Лариса Шлафаст, Артем Сулайманов, События.